Целомудрие и Телегония, православная церковь и современная наука о проблеме генетических инверсий. Содержание. О Целомудрии и Телегонии. Телегония, наука о девственности. Телегония, наказание за блуд. Научный комментарий. Комментарий священника. Осторожно, Телегония. телегония телегония или значение таинства брака осторожно телегония за что страдают дети протеерей артемий владимиров о целомудрии телегонии о духовных основах в наше весьма не целомудренное время думаю не лишним будет напомнить о том что величайший ученый гений технической мысли многие деятели искусства не говоря уже духовных учителях человечества как правило были морально чистоплотны являясь верными мужьями женам они всей своей жизнью исповедовали высокую нравственную духовную культуру есть такое явление телегония специалисты знают что породистая сука которую не уберегли хозяева для законной случки возымев знакомство с деревенским одноухим бобиком уже считается испорченной и не просто считается ее потомство не будет носить признаков породы ни первой ни последующей приплоды даже если ее случить впоследствии с принцем королевских собачьих кровей это было прекрасно известно нашим предкам и они держали невест на выданье в заперти потому что еще более этот закон действует в мире человеческих отношений человек совративший молодую девушку как правило он циничен развратен и даже бывает болен отравит ей всю последующую жизнь не только ей но ее детям это одна из основных причин врожденных болезней детей начиная от расстройства нервной системы до недоразвитости болезни дауна и прочих бед скажем о наследственных последствиях плоской распущенности разврат прежде всего отражается на складе человеческой души детская душа лишается природных добродетелей ясности ума умение схватывать на лету свойственной детской психологии проницательности радости сердца и ощущения жизни как полноты бытия всего того что собственно и делает детство счастливым детям присуща удивительная телесная динамика почему они постоянно прыгают бегают почему они не знают ни минуточки покоя потому что тело для них это инструмент посредством которого проявлять себя детская душа в окружающем мире если вам приходилось когда-либо общаться с развратником то полагаю вы заметили в нем некоторую томность расслабленность телесно-душевного организма они оживают только в том случае когда предмет вожделения оказывается перед их глазами объяснить явление телегонии только физиологическими причинами невозможно наоборот с точки зрения науки телегонии не должно существовать но она существует на этих страницах мы не будем проводить научное исследование попытаемся лишь высказать некоторые гипотезы то что духовный мир существует признается уже и наукой представители которой довольно успешно исследуют воздействие духовного мира на физический в библии говорится что соединившиеся мужчины и женщина плоть одна то есть в мире духовном образуется между ними некое единство которое явно обнаруживается и в мире физическом например между мужем и женой можно обнаружить некоторое сходство довольно непосредственное но тем не менее существующие и вот эти черты общности при новом браке не исчезают а делаются уродливым подобием что конечно в первую очередь утражается на детях в наше время распространились так называемые пробные браки молодые люди живут вместе ничем себя не обязывая и пробуют подходят ли они друг другу все выглядит очень современно лучше сначала попробовать чем потом разводиться и пробуют раз другой третий нередко в конце концов заключают брак но вот что странно число разводов от таких проб не уменьшается а процент больных новорожденных детей увеличивается по данным статистике лишь каждый четвертый ребенок рождается здоровым вот тут и вспомнишь про принцип телегонии однако почему же не уменьшается число разводов ведь так долго пробовали чтобы брак был счастливым он не должен строиться на принципе пробы в церкви над головами брачу ищихся носят венцы эти венцы символ мученичества мученичество потому что человек решается жить для другого перешагнув через свой эгоизм и отказавшись от жизни лишь для себя и не на один день или на два года она всю жизнь и это действительно мученичество подвиг когда человек поднимается в полный рост своего человеческого достоинства и каким же жалким рядом с ним выглядит эгоистичное оценивание партнера в пробном браке как далек подобный брак от настоящей любви ведь любовь это стремление и желание отдать всего себя другому когда один человек не рассматривает партнера как средство удовлетворения своих разнообразных потребностей он расширяет пределы своего узкого я тем самым становясь счастливым сам один замечательный человек сказал если ты можешь не поцеловать женщину которую ты любишь то только тогда ты имеешь право ее поцеловать в этой на первый взгляд противоречивой фразе заключен большой смысл если твоя любовь к женщине выше чем потребность сближения с ней то это действительно настоящее чувство и ты можешь попытаться соединить с этой женщиной свою судьбу но а если все-таки попробовали а семьи не получилось так что же остается телегонии больные дети мы уже доказали что чистота физическая имеет корни в чистоте духовной а для духовного недуга нужное духовное врачевание в церкви существует таинство исповеди которая врачует грехи но для этого нужно глубокое покаяние такое чтобы никогда никогда юноша или девушки не захотелось вновь попробовать протеерей николай головкин телегония наука о девственности это открытие долгое время тщательно скрывалась в настоящее время у него бесчисленное множество противников люди вступающие в брак в большинстве своем хотят иметь детей но не все знают как влияет на здоровье потомство детственная чистота что именно от нее зависит какими будут ваши дети наши предки знали об этом они умели подметить что от гулящей девушки не бывает хорошего потомство в наше время связь девственности с качеством потомство смогли объяснить генетики открывшие в прошлом веке явление телегонии заключается она в том что решающее влияние на потомство женщины имеет первый в ее жизни мужчина именно он они будущий отец ребенка закладывает генофонд потомство каждой женщины вне зависимости от того когда и от кого она будет рожать своих детей он нарушивший девственность становится как бы генным отцом всех будущих детей женщины должны ли современные девушки принимающие решения до брака начать интимную жизнь знать это бесспорно примерно 150 лет назад камнозаводчики выводившие новые породы лошадей для повышения выносливости решили скрестить лошадь с зеброй опыты не удались не произошло ни единого зачатия не у лошадей от мужских особей зебр не у зебр кобыл опыты прекратили и постарались забыть о них полагая что дело закончено однако через несколько лет у кобыл побывавших в опытах стали рождаться полосатые жеребята от породистых жеребцов ошеломленный научный мир назвал это явление телегоний опыт и че дарвина профессора флинта феликса ладонте к иных ученых над другими животными подтвердили данный феномен и вот какая сложилась к нашему времени парадоксальная ситуация об этом явлении имеющим прямое отношение к рождению полноценного потомства которое должен учитывать каждый человек который хочет иметь здоровую семью знают преимущественно лишь животноводы и знают об этом хорошо иначе бы в россии не было лучших пород животных не породистых скакунов не молочных коров не отменных соболей к слову сказать отечественные меха завоевали третью часть мирового пушного рынка тогда 150 лет назад современники сразу стали задавать физиологам вопрос не распространяется ли эффект телегоний на людей но ученых уже не надо было подгонять начались интенсивные физиологические антропологические социологические исследования и даже опыты если естественно такая возможность представлялась и после многолетних многочисленных разносторонних опытов беспристрастная наука заявила твердо до эффект телегоний распространяется и на людей причем гораздо более ярко выраженной форме чем мире животных вот тут ты опустился занавес секретности открытие телегоний сразу же было спрятано от людей так как приоткрывала таинственные завесы судят множество людей простых и великих но главное она накрепко закрывала дорогу для всякого рода сексуальных революций а это не входило в планы врага рода человеческого для засекричивания была найдена и внесена в энциклопедию удобная фраза якобы явление телегоний не подтвердилась и так телегония от теля далеко и гони рождения наука которая утверждает что на потомство женской особи влияют все ее предыдущие половые партнеры известно что даже через несколько лет после внебрачных связи с заезжими гастролерами на международных фестивалях спортивных олимпиадах наши русские девушки стали рожать от белых генетически здоровых своих мужей детей не в мать не в отца а в черного и дебильного молодца причиной появления этих молодцов было генетическая мутация хромосомной цепочки много лет назад прошедшие внебрачная связь стала виной семейных трагедий естественно что в настоящее время у теории телегоний бесчисленное множество противников которые приводят результаты исследований и опытов доказывая что телегония это бред что считаться с ней это не уважать себя и свои желания большинство этих теоретиков люди заинтересованы ибо индустрия порнографии потерпит существенные убытки если явление телегоний будет изучаться детьми со школьной скамей поэтому для них прибыльнее если наши дети начнут изучать в школе программу планирование семьи способствующую растлению будущего поколения а следовательно пополнению их кошелька и еще вопрос все ли потеряно для тех женщин которые потеряли девственность но желают иметь семью в православной церкви в обряде крещения и таинстве покаяния можно обрести второе рождение и оружием духа разрушить физическую немощь но покаяние должно быть истинное чтобы у него были достойные плоды то есть чтобы внутренне измениться чтобы душа очистилась и преобразилась с духовной точки зрения телегония объясняется очень просто душа влияет на тело гены это эмоции впечатление души матери к зачатому в ней ребенку если мать о чем-то думает это обязательно отразится на детях и они родятся похожими на того кого она полюбила в первый раз потому что чувство это очень сильное практически незабываемое святой амбросий медиаланский назвал его даром первого брака от бога она возникает даже при отсутствии физической близости именно поэтому раньше девушек прятали в теремах а теперь девушки видят все так что детство сохранить не просто а вернуть еще больший труд зато и награда большая дети которые рождаются от целомудренных родителей это истинная радость жизни протеерей евгений бобылев телегония наказание за блуд содержательно полная статья сравнительно недавно достоянием общественности стали рассекреченные научные данные об удивительном и таинственном явлении которое в науке получила название телегония началась эта история 150 лет назад когда коннозаводчики для улучшения пород скакунов и тяжеловозов решили скрестить лошадь с зеброй для этих целей были выбраны кобыла лучших пород лошадей и жеребцы зебры хотя опыты по скрещиванию повторялись вновь и вновь зачатие кобыл от зебр жеребцов так и не произошло вскоре опыты были прекращены и никто бы сейчас о них не вспомнил если бы по прошествии нескольких лет не случилось нечто из ряда вон выходящие у побывавших под самцами зебрами кобыл вдруг стали рождаться полосатые жеребята чего бы это отец породистый жеребец мать тоже чистокровка а жеребята полосатые и это по истечении многих лет после вязки с зебром причем вязки не приведший к зачатию и беременности научный мир был буквально ошеломлен начались опыты с другими животными феномен подтверждался и на них но научного объяз мнение ему до сих пор не найдено не найдено по той простой причине что опыты эти по воле неких таинственных сил были прекращены а их результаты засекречены для этого обнаружились серьезная причина начнем с того что таинственное явление шло вразрез с теорией дарвина пока можно назвать лишь двух исследователей явления телегонии это современник че дарвина профессор флинт и феликс ли дантик последний оставил после себя книгу индивид эволюция наследственности не дарвинисты m 1899 изложенная выше информация о первых шагах засекреченной теперь науки взята нами из 24 главы этой книги которая так и озаглавлена телегония или влияние первого самца 244 из специалистов практиков происшедшему не удивились тогда лишь собаководы им давным давно было известно что если даже очень породистая сука хотя бы единожды повяжется с не породистым кобелем дворняга и даже если в результате такой случайной вязки щенков и не будет то в будущем от нее породистых щенков ждать нечего и от самого породистого кобеля об этом знает каждый собаковод и просто любитель собак во второй половине 19 ошеломленные современники флинта или дантика стали надоедать физиологам всего мира одним и тем же вопросом они распространяется ли эффект телегонии на людей начались интенсивные физиологические антропологические социологические статистические исследования и даже опыты и совсем скоро беспристрастная наука заявила твердо до эффект телегонии распространяется и на людей причем даже гораздо более выраженной форме чем в мире животных вот это то стало второй и основной причиной из-за которой опустился занавес секретности исследования и опыты с интенсивным привлечением данных физиологии социологии статистики подтвердили тот факт что при связи с мужчиной происходят некие неизвестные пока изменения в организме женщины которые в будущем скажутся на ее потомстве даже если данная связь не закончится беременностью вот и получается что у исповедующих свободную любовь мужчин и женщин потомство рождается по пословице не в мать не в отца а в проезжего молодца это подтвердили недавние обстоятельства времен олимпиады в москве когда после нее женщины имевшие связь с негроидами рожали но прошествии даже нескольких лет детей в черного молодца к всеобщему удивлению и унаследуется не только цвет кожи а если проезжий молодец к тому же был наркоман алкоголик генетический выродок гомосексуалист или психически больной с приветом ведь люди этого типа наиболее склонны к беспорядочным и безответственным связям вот и получается что казалось бы внешне нормальные и здоровые родители в детях своих вдруг видит не себя а давний привет от какого-то урода не случайно поэтому господь наказывал нарушителей его святой воли даже до третьего колена а у многих народов существовал обычай публичного наказания блудников прелюбодеев и всяческих извращенцев так в израильском народе за тайную позорную связь блудников и блудниц побивали камнями на виду у всех жителей города преступника заводили на помост шириной два локтей придавали смерти чтобы глядя на такую казнь жены и мужья жили в целомудрии и большой редкостью было чтобы девица выходила замуж нечестной далеко не все равно какими были у женщины ее половые партнера до того как она вступила в брак и родила ребенка как раз именно к этому выводу и подошла наука телегоне когда на нее наложили табу и написанные на эту тему книги были постепенно уничтожены фактически у ученых не оставалось выбора научно подтвердить что вырождение человечества есть результат безнравственной скотской жизни означало отказаться от основных устоев и принципов современной цивилизации жизни ради наслаж день и удовольствий вторая половина 20 стала началом сексуальной революции по слову апостола дьявол вином прелюбодеяния напоил все народы откр 14 8 17 2 18 2 во многих цивилизованных европейских городах люди как звероподобные или скорее человекообразные скоты устроили дома разврата в которых как признаются сами блудницы ради денег им приходится за две-три недели совершать до 180 случек средства массовой информации преподают своим зрителям страшные сцены разврата в учебных заведениях преподается валиология проповедуется открытый блуд это привело к возникновению различных демонических сект и обществ проповедующих мужеложство насилия групповой блуд и скотоложство интересно на что надеялись мудрецы века сего скрывая и подтасовывая научные данные вся история человечества наполнена примерами суда божия над народами за их распущенную жизнь ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков подавляющих истину неправду рим 118 вот некоторые свидетельства и за свое писание о том как господь призывал людей целомудрию и чистоте жизни до сих пор на горе арарат в армении во льдах стоит ноев ковчег огромный деревянный корабль немой свидетель страшного наказания божия за беззаконие человечества всемирного потопа в одни мои люди грешили с ненасытностью грех стал способом их существования даже видя что смерть настигает людей в 100 120 лет вместо прежних 800 900 люди не стали бороться с грехом не стали каяться обращаться к богу овергались дьяволом в прежние грехи егда приедет нечестивый во глубину зол не родит притч 18 3 страшно быть уловлену кознями дьявола тогда душа уже запутывается как бы в сетях и как нечистое животное валяясь в грязи услаждается этим так и она предавшись греховной привычки уже не чувствует зловония грехов ствет иоанн златоуст оставался единственный исход для искоренения порока и неверия на земле истребить все существующее человечество всех людей как негодную закваску чтобы они и для последующих родов не сделались учителями нечестия должен был погибнуть и животный мир ибо нечестивые люди скотоложством осквернили и бессловесных тварей научил сатана людей бунтовать против добра и распространилась по всей земле развращение а наказание всемирный потоп следующий пример из священного писания 5 городов садом гамора адма севаем и сибир быт 19,25 втор 29 23 были истреблены серой огнем население этих городов отличалась возмутительным растлением нравов омерзительными и противоестественными пороками женщины их заменили естественное употребление противоестественным подобные мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга рим 1 26 28 человек отпал от бога окончательно развратился и оказался не в состоянии выполнять ту задачу для которой был создан не смог реализовать себя в добре любви и истине восходя по лестнице духовного развития богоуподобления дальнейшее его существование стало бессмысленным зло достигло такой степени что ожидание исправления уже было бесполезным а отложение казни опасным сейчас на месте этих городов которые не спроверг господь во гневе своем и в ярости своей втор 29 23 находится мертвое море почти ни одно живое существо не водится в водах этого моря или на берегах его и все вокруг него является мрачным бесплодным и как бы омертвевшим за грехи людей бог поразил и самые недра земли так как люди населяющие эту землю принесли много плодов беззакония то и земные плоды господь сделал непригодными к употреблению чтобы истребление плодов земных служило памятником для последующих поколений чтобы бесплодие земли всем напоминала о беззаконии обитавших здесь людей ствет иоанн златоуст когда бог вывел израильтян из египта то заповедал им беспощадно истреблять по пути целые племена и народности языческие за то что в этих племенах процветал разврат мужелорство и скотоложство господь признал их негодными к жизни а еврейский народ соделал мечом своего гнева когда ведет тебя господь бог твой землю в которую ты идешь что повладеть ею и изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев гергисеев амареев хананеев ферезиев евеев и ивусеев семь народов которые многочисленнее и сильнее тебя и предаст их тебе господь бог твой и поразишь их и истребишь все народы которые господь бог твой дает тебе да не пощадит их глаз твой втор 7 1 2 16 телесная нечистота ведет к таким разрушительным последствием так коверкает судьбы последующих поколений что даже на богоизбранный народ за грех блуда бог воспламенялся невом так библия рассказывает как однажды когда израиль жил в ситями блудодействовал с дочерями мава огонь уничтожил 23 тысячи прелюбодеев а еще одну тысячу побил камнями сам народ чиз 25 191 кор 10 8 и в исторические времена за содомские грехи и разврат целые города истреблялись с лица земли так в 14 обратились к тамерлану за помощью женщины багдада и дамаска они жаловались на своих мужей которые погрязли в мужеложстве железный хромец немедленно произвел расследование на котором развратники признались скотских грехах тогда тимур дал приказ своим военачальником пусть каждый из воинов моей семисотысячной армии в течение двух дней принесет отрубленную голову мужеложника если какой воин пожалеет злодея пусть сам останется без головы и выложили семь пирамид из голов по 100 тысяч в каждой в назидание потомкам в память об этом событии известный русский художник верещагин написал картину апофеоз войны а сихилис спит разве это не наказание за распущенную жизнь как будто разрушительный смерч ворвался в двадцатый век и кровью революции затопил весь мир кара постигла прежде всего народ православный новозаветный израиль чтобы малым наказанием остановить большие преступления подобным наказал подобное к чему стремились тем и напоил сполна тянулись к западу и потеряли отечество не дорожили целомудрием и чистотой захлебнулись в блуде искали только земного временного потеряли вечное и подобно скотам погибали сотнями тысяч нарисуйте в своем воображении самую невероятную картину ужасов и она явится лишь бледным отражением того что творилось в россии в двадцатых годов большевики и фактический лидер революции лев троцкий бронштейн обещали народу потерянный рай а принесли братоубийственную войну разруху и голод стремясь к мировому господству к установлению нового порядка они старались полностью разрушить россию и превратить ее в плацдарм для мировой революции провозглашая революцию для народа на словах своей целью поставили уничтожение 90 процентов населения страны не желавшего принимать скотскую мораль марксизма дарвинизма чрезвычайки с их зверствами ужасы голода людоедство беспрестанные обыски реквизиции массовые расстрелы превратили великую державу в бойню для скота троцкистами была развернута кампания по разложению половой морали русского народа в это время основательно пошатнулся институт брака идеологи социализма сулили своим сторонникам массу радостей свободной любви и полнокровное удовлетворение половых потребностей революционного класса была развернута целая программа по социализации женщин большевистские вожди троцкий бухарин склянский антонов овсеенко колонта и многие другие продукты телегонии чья интимная жизнь напоминала сплошную собачью свадьбу служили примером половой эмансипации естественно не отставали от них многие представители среднего и низшего звена большевистского актива особенно чекисты всех уровней по данным приводимым с п мельгуновым многие рядовые исполнители красного террора имели по 4 5 любовниц а изнасилование надругательство над беззащитными женщинами стали в террористических учреждениях большевиков обычным яв лением приведем только один из типичных примеров мало кто знает что в екатеринодаре непосредственным распоряжением троцкого было про изведена реквизиции 60 молодых девушек часть красноармейцев ворвалась в женские гимназии другая устроила облава в городском саду и тут же изнасиловали четырех учениц в возрасте от 14 до 18 лет около 30 учениц были уведены во дворец войскового атаманок троцы кому другие в старокоммерческую гостиницу к начальнику большевистского конного отряда к обзареву 3 в гостиницу брестой к матросам и все были изнасилованы после чего часть была отведена отрядом красноармейцев в неизвестном направлении и участь их осталась неизвестной другая более значительная часть была подвергнута истязанием и наконец брошена в реки кубани карасунь одна из несчастных жертв ученицы пятого класса гимназии подвергалась изнасилованию в течение 12 суток целой группой красноармейцев после чего ее привязали к дереву прижигали раскаленным железом и расстреляли основной же целью революции было уничтожение христианство к началу второй мировой войны из 77 тысяч церквей 1115 монастырей в стране оставалось всего 150 церквей и ни одной обители русский старец тихон духовник старца поисия афонского очень скорбела о душах страдавших от безбожной власти в россии часто говорил со слезами на глазах россии еще несет епитимию от бога но все переживет очень медленно очень болезненно вновь приобретала россии человеческое лицо в 1934 году сталин запретил гомосексуализм узаконенный в первые годы революции в 1936 году вел запрет на аборты и включил их в число социальных преступлений при стали не было запрещено проституция а также такие непотребства как некрофилия зоофилия и прочее разрешенные троцеким с возрождением морали стала возрождаться страна началось укрепление семьи возвращались церкви оживала вера был взят курс на национальное духовное восстановление государства но лишь только к концу великой отечественной войны сталин окончательно сломил троцкизм в 1943 год был распущен три интернационал однако почти одновременно троцкий на западе начал организацию четыре тайного интернационала основным идеологом которого стал клуб в най-брид состоящий из представителей мировой финансовой олигархи их идеологией является буржуазный атеизм согласно которому человек рассматривается как товар как скот эволюционировавший от обезьяны у которого нет души нет бога целью жизни выставляется наслаждение устав ордена запрещает его членом общения с женщинами и требует садомитства как и во времена троцкого 4 интернационал ставят задачу раскола российского государства развал экономики культуры нравственности разрушения православной церкви уничтожения 90 процентов населения россии единственного народа который упорно держится христианской нравственности для достижения своих целей эти дегенераты используют все те же излюбленные методы на саждение эволюционизма и гуманизма спаивания развращения молодежи аборты наркоманию и неприкрытый сатанизм которые однако по новому воплотились во второй половине 20 с наступлением эры сексуальной революции и детоубийства за последние сто лет в гинекологических кабинетах уничтожено больше человеческих жизней чем в переворотах и войнах проливали кровь невинную кровь сыновей своих и дочерей своих которых приносили в жертву идолам ханаанским ps 105 38 проповедь дарвинизма принесла свои плоды некоторые звероподобные самки принявшие учение что человек произошел от обезьяны или еще какого зверя и живет ради собственного удовольствие считают раз убивают зверей и скотов то можно убивать и собственных детей на их счету бывает по 8 10 и более погубленных младенцев но что еще страшнее врачи дававшие клятву гиппократа сами ставят себя в разряд убийц в своих лекциях учат что частые аборты омолаживают организм а вещества полученные в результате переработки абортированных телец малышей рекомендуют для использования в парфюмерии медицине и пищевой промышленности рассуждение о том что использование противозачаточных средств исключает аборт ошибочно на самом деле контрацепция приводит к увеличению числа абортов всякие противозачаточные средства категорически запрещены церковью это грех анонизма священном писании читаем анан когда входил к жене и сливал семя на землю зло было пред очами господа то что он делал и он умертвил его быт 38 9 10 смертью наказан греха на на настолько он мерзок и тяжек пред богом но и без этой цитаты разве здравый смысл не говорит нам о том что анонизм есть извращение не обманывайтесь не блудники не прелюбодеи не молоки не мужеложники царство божие не наследует 1 кор 6 9 10 господь учил воспринимать жизнь как несение креста как подвиг и святая православная церковь верует что нежелание супругов а сам господь вызывает к жизни новое творение нежелание детей это извращение православно понимаемого супружества использование для этого каких-либо средств извращения созданной богом природы человека уже в глубокой древности в церковном сознании закреплялось учение о том что жизнь человека начинается со дня зачатия эта жизнь принадлежит богу и уже в очреве имеет свои мистические религиозные особенности в библии ясно говорится об этом прежде нежели я образовал тебя в очреве я познал тебя и прежде нежели ты вышел из утробы я осветил тебя пророком для народов поставил тебя ее 1 5 не сокрыты были от тебя кости мои когда я созидаем был в тайне образуем был во глубине утробы зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного из них еще не было пс 138 1516 в послании варнавы 19 5 сказано бог господь жизни поручил людям высокое служение сохранять жизнь и человек должен его исполнять подобающим образом поэтому жизнь с самого зачатия должна быть оберегаема с величайшей заботы аборт и детоубийство являются ужасными преступлениями вспомните и анна крестителя который младенцем взыграл в очреве матери своей когда дева мария пришла в дом своей сроднице вспомните преподобного сергия радонежского который возгласил в очреве своей матери во время божественной литургии воспитывать детей самый естественный христианский подвиг да и апостол говорит жена спасется чедородием если пребудет в вере и любви в святости с целомудрием один тим два пятнадцать а уж какое целомудрие при контрацепции православная церковь как хранительница неповрежденного духом века сего предания как и тысячи лет назад проповедует христианский подвиг самопожертвования целомудрия воздержание христианский брак церковный взгляд на семью и воспитание детей в церковных правилах говорится женам от прелюбодеяния зачавшим и истребившим плод и занимающимся составлением дата губительных отрав прежним определением возбранено было причащение святых таинда кончины и посему и поступают изыскивая же нечто более снисходительное мы определили таковым проходить десятилетнее время покаяния по степеням установленным анкир 21 жён дающих врачество производящие недоношение плода в очреве и приемлющих отравы плод умерщвляющие подвергаем епитиме человека-убийцы 6 все соп 91 умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства тонкого развлечения плода образовавшегося или еще не образованного у нас есть ибо здесь полагается взыскание не токма заимевшие родитесь и но и за то что налетовало самой себе поелику жены от таковых покушений весьма часто умирают село сим совокупляется и погубление плода як и другого убийства от дерзающих на сие умышленно впрочем подобает не до кончины простирать и покаяние их но приимать и их вообщение по исполнении десяти лет врачевание же измерять и не временем но образом покаяния вторые пр с в василия великого самого себе скопивший на три года до будет отлучен от таинств 24 пр с в апостолов аборты и контрацепции есть результат навязанной человечеству гуманистической идеологии планирования жизни согласно которой ради достижения собственного комфорта следует планировать все стороны человеческого бытия можно например планировать семью убивая лишних детей большевики начали планировать церковь уничтожая верующих сотнями тысяч а их примеру последовала фашистка маргарит замгер создательница международной федерации планирования семьи вдохновившая нацистов на планирование целых народов и уничтожения неполноценных людей сегодня это идеология распространяется дальше оказывается с помощью эвтаназии т.е. юридически разрешенного умерщвления с гуманными целями можно планировать не только детей но и больных стариков и это тоже планирование семьи голландия оказалась первой страной где эвтаназия узаконена даже ребенком можно убить в голландии если врачи найдут для этого уважительную причину что примечательно одновременно с этим голландские законы строго наказывают тех кто жестоко обращается с животными научным основанием идеологии планирования стала теория 3 фрейда известного члена клуба бнайт брит его взгляды являлись развитием идей каббалы в области психологии по учению каббалистов наслаждение не только основная категория жизни но ее цель энергия наслаждения является воплощением всего сущего эти же кощунственные с позиции христианство мысли фрейд проводил и в своей теории психоанализа человек живет под принципу наслаждения стремится удовлетворить свои желания прежде всего сексуальные вся культура человечества сублимация неудовлетворенности сексуального желания человеческого либидо если человек не удовлетворяет свое желание то она уходит в область бессознательного и начинает изнутри травмировать его и далее фрейд делает важный для садомитов вывод являющийся развитием каббалы человек бисексуален изначальной любые его прихоти в области секса вполне естественно все запреты в этой области являются религиозным читайте христианским предрассудком и так страус зарыл голову в песок бог объявлен несуществующим а явление телегонии упорно замалчивается а наука давно забыла что когда-то была служительницей истины будет заполнил собою всю поднебесную возвышенная христианская этика любви все более вытесняется а ее место занимают представление о свободе секса и праве каждого человека потворствовать своим низменным желанием в америке и европе а теперь и в россии появляются десятки тысяч публичных домов домов свиданий кабаре с гостиницами и стриптизами и тому подобное во многих странах возникает целая сеть торговцев девушками для продажи их в публичные дома внушается что свобода секса это то главное что нужно современному человеку а все живущие на принципах христианской этики просто ретрограды не понимающие радости жизни гиперсексуальность стала одной из неотъемлемых черт современной цивилизации похоть человеке возбуждается со всех сторон этому служит и вся реклама в соблазнительности который видится залог ее успеха и бесчисленные фильмы наполненные откровенно греховными сценами этой же цели служат и современные искусства мода и парфюмерия все более люди превращаются в плоть ср бэйт 6 3 преподобный юан лествичник писал что благие господь и в том являет великое а нас промышление что бесстыдство женского пола удерживает стыдом как бы некой уздой ибо если бы женщины сами прибегали к мужчинам то не спаслась бы никакая плоть современная же идеология сексуальной свободы совершенно разрушает эту узду стыда что может быть печальнее когда заветной мечтой ребенка является стать топ-моделью и победить в конкурсе красоты формирует в детском сознании такие идеалы массовая культура в том числе индустрия производства детских игрушек всячески развивающие уже в малых детях гипертрофированную сексуальность достаточно посмотреть хотя бы на столь популярную куклу барби длинноногую голубоглазую с распущенными золотыми волосами и томным взглядом недаром ее называют неодушевленной порно звездой порно и секс-бизнес стали могучими отраслями экономики запада кроме публичных до мов и сутенерских организаций возникли тысячи секс-шопов магазинов порнографии секс кинотеатров и секс-видеосалонов особой отраслью порнографии стала детская порнография где объектом сексуальных актов являются дети порнографические дельцы создали сотни порнографических телеканалов сексуальная революция на западе вызвало к жизни такие новые виды бизнеса как секс туры участники которых покупая билет на самолет в таиланд шри-ланку филиппины бразилию колумбию некоторые другие страны одновременно оплачивают стоимость недельного посещения публичного дома в этой стране причем в большинстве случаев секс туристы являются потребителями детской продукции поскольку ощущение развиваемые системой виртуальной реальности намного превосходят по своей интенсивности реальные можно говорить о кибер сексе как о сильнейшим половом извращение перед которым меркнут все прочие непотребства на определенном этапе при очень сильном эмоциональном и интеллектуальном вживании в программу может произойти переход сознания человека т.е. его души из мира реального в виртуальную реальность данной программы тогда сознание человека при своей сохранности будет функционировать уже в реальности программы а тело умрет уже описаны подобные случаи смерти при мощных кибер сексуальных переживаниях одним оком и простым взглядом и осязанием руки и слышанием песни без всякой мысли и помыслу душа может любодействовать страстно перпп иоанн лествичник поэтому нельзя не обратить внимание на ту погубную роль какую играют современные технические средства особенно аудио визуальные в развращении сердца только благодаря современной технике стало возможным сконцентрировать в малом времени большой объем греховных образов и сведений небольшая видеобиблиотека из десятка порнофильмов может полноценно заменить многолетний опыт развратной жизни если исходить из слов спасителя что всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем м.ф. 5 28 то просмотр по телевизору или видеомагнитофон у любого порнографического фильма должен приравниваться к совершению самим зрителям такого же греха что и в фильме так как его сердце уже осквернилось отведение и усложнение этим гносным зрелищем и чем выше качество правдоподобности тем греховнее это зрелище по результатам исследований среди групп новостей в интернет порнографические составляют менее трех процентов но по популярности они превосходят остальные их посещаемость 32,5 причем самые любимые это изощренные виды педофилии садизма зоофилии всех проявлений сексуальных извращений в компьютерной сети существуют специальные взрослые веб-страницы и большое количество сексуальных компьютерных игр для взрослых популярность подобных материалов объясняется прежде всего анонимностью пользователей человек сидит у себя дома за монитором и никто не знает где он путешествует по компьютерной сети и чем там занимается в отношении компьютерных игр следует отметить что согласно канонам православной церкви подобные увлечения являются грехом и несут за собой определенные наказания епископ или пресвитер или диакон игре и пьянству преданный или да пристанет или да будет извержен и по диакон или чтец или певец подобное творящий или да пристанет или да будет отлучен такожде и миряне 42 43 апостольские правила также никто из мирян и клириков впредь да не предается предосудительной игре а еще же кто усмотрен будет творящим сие то клирик да будет извержен из клира а мирянин да будет отлучен от общения церковного пятидесятое правило шестого вселенского собора кроме того необходимо вспомнить еще об одном правиле очи твои право дозрят вся цием хранением блюди твое сердце притч 4 23 25 завещевает премудрость ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу посему изображения на деках или на ином чем представляемые обаяющие зрение расцвивающие ум и производящие воспламенение нечистых удовольствий не позволяем отныне каким бы то ни было способом начертовать а еще же кто сие творите дерзнет да будет отлучен 100 я правила шестого вселенского собора это правило приобретает тем большее значение чем совершение изощрение становится производства и распространение теперь уже не только бесстыдных изображений но и порнографических фильмов и компьютерных игр одним из страшных результатов сексуальной революции стала широчайшая распространение садомитства техчайшие преступления перед богом и природой человека истреблением гамора и содома господь дал урок чтобы жители земли не делали грехов содомских эти грехи так тяжкие что оскорбляя самую природу и истребляя в самом основании богобоязненность своей дерзкой гласностью вызывают неизбежное мщение с неба предаваясь противоестественным грехам люди оскверняли тем самым образ божий который есть в каждом человеке не случайно ствэт василий великий говорит что мужеложство есть хула на духа святого по церковным правилам мужеложником и скотоложником на 15 лет запрещено причащаться с в тайн славянская кормчая проспект 62 63 сегодня содомитство стало образом жизни большей части америки после проведения сексуальной революции и широкой пропаганды доля содомитов достигла 25 30 процентов взрослого населения страны а если добавить американцев хоть один раз занимавшихся содомитством то этот цифра достигнет не менее 40 процентов населения америки в сша англии германии других западных странах содомитство не только легализовано но имеет льготы по законам этих стран содомиты имеют право заключать браки брать на воспитание детей преподавать в детских учреждениях и школах практически во всех странах содомиты являются членами правительств содомитские организации в разных странах мира издают свои газеты журналы имеют клубы и даже гостиницы для развлечений становятся модными содомитские свадьбы тысячи содомитов и содомиток заключают законные однополые браки в некоторых штатах им предоставляется преимуществов усыновление детей свои праздники содомиты отмечают в концертных залах культурных центрах библиотеках и музеях парада содомитов по словам очевидцев это настоящее сатанинское сборище и сегодня такая мерзость совершается с полной безопасностью и беззаконие стало законом никто уже не опасается и не страшится никто не стыдится и не краснеет но еще хвалятся этим позором и целомудренные кажутся безумными обличающие не здравомыслящими ствэт иоанн златоуст вот что нам несут разврат и все блудные мерзости где будет невоздержанная и нечистая жизнь там естественно рождается и пьянство и бесчинство и великая несправедливость лихаинство и множество зла говорит иоанн златоуст дьявол никогда не довольствуется только душой одного человека а использует ее для воздействия и на окружающих его людей нельзя думать что если один грешит то это его личное дело как спасение одного человека имеет значение для многих других так и грех одного человека касается многих преподобный серафим саровский говорил спасись сам и вокруг тебя спасется тысячи людей доброе благополучное духовное состояние распространяется на многих людей но и грех явившись в сердце одного человека заражает все большее и большее количество людей иногда люди не понимают почему все в семье коллективе в городе в целой стране происходят беды несчастье не устройство а это происходит от того что здесь кто-то грешит здесь имеет место нераскаянный грех в священном писании сказано бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода из 25 вот как далеко распространяется тлетворное зловонное действие греха одного человека закрытых учреждениях в медицинских институтах содержится безобразные уроды рожденные человеческими самками ученые стараются об этом не писать чтобы не разоблачать от каких самцов человеческих или скотских родились они кто были родители этих чудовищных существ как их назвать человеками или скотами в прямом смысле и когда просят священника совершить таинство крещения над таким существом он бывает в недоумении взывает господи кто это человек или скот и по условной формуле иногда крестит крещается если это человек требник петра могилы в требнике сказано также что если рожденный урод не имеет вида человеческого туда не будет крещен если рожденные имеют две или несколько голов то крестится каждая голова как отдельный человек при условии что и груди их разделены как у разных людей если же головня сколько а грудь одна то над первой головой совершается таинство крещения а последующая головы крестится с условной формулой если не крещен крещается раб божий разврат это явно дьявольское деяние и возводят скотоподобного человека до состояния ниже естественного в умопредставляемые сущности человек принимает дьявольскую басню что он произошел от обезьян обезьяна зверь животное скот и следовательно потомок зверя тоже должен быть зверем такой философии придерживаются приверженцы скотского образа жизни и живут по-скотски но особенно огромная армия сатанистов которые своими черными щупальцами опутали не только всю америку но и весь мир сейчас современное время сатанисты служат кощунственные черные мессы где на сатанинском престоле лежит обнаженная женщина на ней чаша в которой смешаны вино и моча проститутки в эту же чашу помещают и святые дары как правило украденные из церкви иногда на этих местах в жертву сатане приносит человека а его кровь вливают в чашу и пьют эту смесь после этой кощунственной мерзости происходит орги и повальный глуп ежегодно в сша исчезает 40 тысяч детей из числа которых приносятся жертвы сатане антони лавей р 1930 год основатель церкви сатаны составил сатанинскую библию и сатанинский ритуал и в сан-франциско в марте 1970 год церковь сатаны принята в национальный совет церквей сша сатанисты проповедуют девять принципов сатаны плоские желания без ограничения права вместе человек разновидность животного разрешаются все грехи сатана лучший друг и прочее сатанисты занимаются гаданием и магией спиритизмом увлекаются алкоголем наркотиками рок-музыкой читают сатанинскую библию принимают участие в сатанинских ритуалах образуя сатанинские группы становясь членами секты сатаны служит черные месы приносят жертвопреставших ношения на высших степенях посвящения сатанисты становятся чистыми почитателями дьявола полностью отдают ему свою волю и личности способны видеть сатану и даже общаться с ним главная церковь сатаны находится в сша в калифорнийском городе сан-франциско однако есть она и в других городах например в лос-анджелесе считают что в стране происходит уже восемь тысяч собраний сатанистов а в англии международное общество сатанистов объединяет 5 миллионов членов есть и во франции своя сатанинская организация которая носит название зеленый орден странно но никакие уроки истории никакие человеческие трагедии как будто уже не способна остановить современное человечество словно проведи эти страшные времена святители оан златоуст плакал так среди городов как бы в великой пустыне мужчины на делая срам рим 127 удивительно как и теперь не не спал еще другой огненный дождь как еще не подверглись мы участи содома достойные наказания тем более тяжкого что не вразумились и бедствиями содома несмотря на то что церковь уже несколько тысяч лет взывает к людям всей вселенной чтобы не дерзали на такую гнусность они не только не воздерживаются от этого греха но стали еще бесстыднее как будто состязаясь богом и стараясь показать своими делами что они тем более будут предаваться этим пороком чем более он будет угрожать им почему же не произошло ничего такого грехи содомские совершаются а содомских наказаний нет потому что их ожидает другой огонь более жестокий и наказание бесконечное бог непременно наложит на них крепкую руку нанесет нестерпимый удар и подвергнет мучением столь жестоким что бедствия постигшие содом сравнение с ними покажутся игрушкой безумству современного мира святая церковь противопоставляет неповрежденное учение чистоте и целомудрии это учение охраняется правилами святых апостолов святых отцов и вселенских и поместных соборов а раскрывается она в судьбах святых бог требует от нас святости жизни это святость прежде всего состоит в целомудрии а потом в исполнении других заповедей божиих и при нарушении он их в искреннем и смиренном покаянии в борьбе с блудной страстью перпеп макарий оптинский предлагает простые практические советы призывая молитвы подвязавшихся в святую мученицу фомойду святого иоанна многострадального святого моисея угриной молитвы отцов духовных и всех матерей и вменяя себя худшим всех во время борьбы в сессии средства полезны поменьше спать поменьше есть остерегаться празднословия осуждение не любить украшаться хорошим платьем хранить очи и уши сии все средства суть предохраняющие еще не допускать помыслом входить в сердце но когда начнут приходить восставать и просить помощи от бога современная наука недавно открыла светскому миру явление телегонии разрушительного последствия воздействия блуда на души и тела людей церковь же хранит эти знания от начала она же предлагает и методы преодоления последствий телегонии однако запущенная болезнь лечится великим трудом и большой кровью не зря заповедовал апостол юноша и увещевая быть целомудренными сие говори увещевая обличайся всякую властью тип 26 15 сегодня мы совершенно забыли что не родение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия и библия напоминает нам об этом был у иудеев один священник человек скромный и кроткий имя ему или повествуетствует иоанн златоуст этот или имел двух сыновей видя что они предаются нечестию он не удерживал их и не останавливал или вернее он удерживал и останавливал но делал это не с надлежащим усердием а проступки этих сыновей состояли в прелюбодеянии и чревоугодии слыша об их грехах отец не наказывал их а пытался словом и убеждением отклонить их от этого нечестия и постоянно говорил им такие слова нет дети мои нехороша молва которую я слышу о вас вы развращаете народ господень если согрешит человек против человека то помолится о нем богу если же человек согрешит против господа то кто будет ходатаем о нем но они не слушали голоса отца своего ибо господь решил уже предать их смерти один царь 224 25 очень сильные и поразительные слова достаточные для вразумления того у кого есть ум он выставлял на вид грех показывал его ужас объявлял и угрожающее тяжкое и страшное осуждение однако же так как не все сделал что следовало то и сам погиб вместе с ними следовало бы усилить угрозы и прогнать их с глаз своих и наказать и быть гораздо более строгим и суровым а так как он ничего этого не сделал то разгневал бога и оказав мне уместное снисхождение к своим детям вместе с детьми погубил и свое спасение пусть никто не говорит мне что многие больше или я не родившие о своих детях не потерпели ничего такого что или нет многократно терпели и многие и более того тяжко и за такой же грех ибо откуда преждевременные смерти откуда тяжкие и продолжительные болезни у нас и у наших детей сегодня как никогда за наших детей нужно бороться не на жизнь она смерть они терпят безразличие и фальши все силы а до брошенных чтобы развратить грядущее поколение и если наше собственное сердце еле тлеет то как она зажжет окружающих приложение к статье святая мученица фомаида 476 память 13 дробь 26 апреля в 15 лет было выдано замуж за одного юношу христианина в доме своего мужа св фомаида жила честно всеми уважаемая за целомудрия кротость низводы и другие добрые черты характера вместе с молодыми под одной крышей жил и отец мужа св фомаиды и и свекор прельщаясь красотой своей снохи разжигаясь плотским вожделением он искал удобного момента чтобы соблазнить ее на грех святая же фомаида по своему целомудрию не предполагала существование у свекра нечистых помыслов она держала себя с ним с особенной строгой стыдливости мужа св фомаиды был рыболов однажды ночью пришли его товарищи и увели с собой на ловлю воспользовавшись уходом сына отец пришел к св фомаиде и стал склонять ее на грех столь неожиданная опасность привела ее в ужас и она начала сопротивляться безумному она молила и побуждала его оставить беззаконное и нечистивое желание но чем сильнее она противостояла ему тем настойчивее он понуждал ее разжигаясь как огнем нечистой похотью надо дрон на стене висел меч сняв его он начал устрашать с в фомаиду если не послушаешь меня то я этим самым мечом отсеку тебе голову она же отвечала даже если рассечешь меня на части я никогда не соглашусь на такое беззаконное дело разъявившись после этих слов свекар с силой ударил сноху мечом и рассек на двое блаженная фомаида предала свою душу в руки божие приняла славный мученический венец за свою чистоту и целомудрия она боролась с грехом до пролития собственной крови и положила душу свою за закон божий соглашаясь лучше умереть чем прогневить бога осквернить свое тело и ложе своего мужа убийцу же тотчас постигла наказание божие он потерял зрение затем убийца был предан суду и наказан через усекновение мечом а к телу убиенной стекалось множество народа и все восхваляли целомудрия с в фомаиды священник максим обухов православный медико-просветительский центр жизнь научный комментарий данные о телегонии основаны на практическом опыте они на теоретических исследованиях явление телегонии предполагает некую порчу породы высших млекопитающих и человека и влияние предыдущих партнеров на потомство полученное от последующих то есть дети женщины вышедшей второй раз замуж будут испытывать на себе влияние первого мужа телегония предполагает не только определенное влияние наследственности первого мужа на потомство от второго но и порчу наследственности есть еще один чрезвычайно важный фактор если половые клетки отца обновляются несколько раз в году то набор яйцеклеток у женщины один другими словами та яйцеклетка из которой выросли вы образовалась задолго до рождения вашей мамы по этой причине репродуктивный аппарат женщины гораздо более нежный и подвержен мутациям именно поэтому девушки категорически противопоказано курить употреблять спиртные напитки другие наркотики с мутагенным действием даже однократный их прием опасен девушков молодом возрасте несет в себе зачатки будущих детей если она курит или пьет дышит клеем употребляет наркотики и прочее то вместе с ней действию яда подвергаются ее будущее дети которых она родит может быть через 10 или 20 лет все что происходит с организмом женщины не может не запечатлеваться на половых клетках явление телегонии обнаружено на собаках не потому что собаки чем-то выделяются среди других животных а потому что это единственное животное по которым ведется особо тщательная селекция есть возможность наблюдать потомство многих поколений было обнаружено что если чистопородная собака имела приплод от дворового кобеля то ее порода будет навсегда испорчена она выбраковывается как производитель качественного потомство это не мнение или гипотеза а реальный факт обнаруженный на основании практических наблюдений далее существует одна историческая закономерность совершенно достоверная и проверенная те народы среди которых широко распространялся блудный грех быстро исчезали с лица земли или теряли независимость ослабевали уступали место другим народам связь между ослаблением и вымиранием нации и блудным грехом исторически совершенно очевидно больное зараженное грехом общество перестает рождать суворовых лобачевских королевых превращается в серую бездарную массу это происходит не сразу в течение нескольких поколений при накоплении греха духовность первично и при повреждении духовности впоследствии страдает тело у нас есть пример так называемого цивилизованного запада на который любят ссылаться многие особенно секс просветители буквально преклоняющиеся присмыкающиеся перед всем западным америка страна особой свободы нравов в отношении сексуальной распущенности где культ блудного греха насаждается с детства все знают что америка покупает мозги в европе россии индии китае и других странах которые не в состоянии обеспечить себя учителями профессорами академиками специалистами поколение выросшие от родителей погрязших в грехе творчески интеллектуально бесплодно чем не практическое подтверждение существования телегонии мы не можем утверждать что явление телегонии объяснено биологически но что-то похожее было описано в библии левит 21,7 они не должны брать за себя блудницу и опороченную не должны брать и жену отверженную мужем своим второзаконие 23,2 сын блудницы не может войти в общество господня и 10 поколение его не может войти в общество господня 1 кор 6 18 бегайте блуда всякий грех какой делает человек есть вне тела а блудник решит против собственного тела священник анатолий измеров комментарий священника на страшном суде напомню грехи каждого будут видны всем все все узнают в грехе блуда равно повинны суду божию и женщина и мужчина и девушка и парень существует такое мнение даже в народной традиции что якобы девушки нельзя вступать в связь до свадьбы а парня можно это абсолютно неверно если парень живет с кем попало и думает что потом будет в порядке он ошибается если он не приносит глубокого покаяния то как правило женившись он через некоторое время убеждается в том что его дети несут грех тех блудниц с которыми он был в связи до брака что делать необходимо глубокое искренне самоотверженное покаяние церковный брак великое таинство брака исправляет многие грехи юности что однако совсем не означает что надо грешить до брака тем кто уже согрешил надо каяться а тем кто еще быть может стоит перед выбором наслаждаться распутством в расчете на будущий удачный брак который все сокроет или уже сейчас начать строить свою жизнь на серьезных и чистых основаниях пусть подумает сейчас добрачное воздержание и целомудрия великая духовная награда венчающимся залог их человеческого счастья на всю жизнь кстати самое слово невеста указывает на то что оба вступающие в брак должны быть целомудренными девушка неведомо для жениха до свадьбы так идет ли в сравнении эта чистота с грязью случайных связей кандидат медицинских наук николай рассказов осторожно телегония наши девочки 12 14 лет должны знать информацию которую тщательно скрывают от них в течение 150 лет научные данные об основном аспекте первых половых контактов являются засекреченными вы спросите почему это вы узнаете из моего письма телегония возьмите любые словари энциклопедии но там вы не найдете расшифровки этого термина но все же попытаемся расшифровать этот термин и узнать что он обозначает теле обозначает вдали далеко например телевидение обозначает видеть дальнее далекое гония обозначает половые железы гормоны телегония обозначает далекие половые гормоны такое понятие в наш сексуально просвещенный век необходимо тщательно рассмотреть потому что половые контакты в конечном итоге направлены на продление рода они на сиюминутное удовлетворение греховного соблазна приведу случай из своей практики однажды ко мне на лечение поступила молодая женщина которая пыталась покончить жизнь самоубийством все попытки выяснить причины суицы и да не приводили к результату удивляло и то что к жене в больницу не приходил муж это было тем более удивительным что пациентка только что родила сына и со слов матери больной муж больной очень ее любил и с нетерпением ждал сына помогло психологическое обследование матери пациентки с помощью психолога удалось выяснить что во время одного из крупных международных молодежных мероприятий мать больной увлеклась очень симпатичным чернокожим и вступила с ним в половую связь в тот момент она была детственница и планировала выйти за него замуж однако партнер оказался легкомысленным человеком и параллельно поддерживал сексуальные контакты с женщиной из своей делегации к счастью для себя мать пациентки не забеременела быстро забыла этот неудачный половой контакт и скоро вышла замуж за хорошего парня не имеющего сексуального опыта так что он во время первой брачной ночи даже не заметил что жена не девственница мать больной имеет трех детей которые являются нормальными людьми но неожиданно старшая дочь счастливая в браке родила чернокожего ребенка это событие было шоком не только для мужа дочери но и для самой роженицы у которой никогда в жизни не было половых связей с чернокожими муж дочери ушел из семьи дочь отказалась от черного ребенка который остался в роддоме мать больной не знает что делать так как если она сообщит о своей 20-летней давности половой связи ее собственный муж уйдет от нее должен сказать что такой клинический факт очень заинтересовал меня и заставил найти научную литературу по этому вопросу оказывается прав феликс ли дантик в 1899 году написал книгу где на ст.р. 244 есть глава телегония или влияние первого самца где подтверждалась возможность вышеупомянутого а беседы с опытными собаководами убедили меня что в животном мире в частности у собак первая вязкость непородистым псом даже если сучка не забеременеет имеет большое значение то есть в будущем от такой сучки породистых щенков не будет клинические наблюдения показали что первый половой контакт с алкоголиком наркоманом психически больным даже если нет беременности в будущем порождает детей страдающих этими пороками в наш меркантильный век девочки должны знать что девственность колоссальная ценность может быть поэтому иностранцы выбирают наших девушек не имеющих до замужества половых контактов и они готовы платить любые деньги чтобы иметь своих детей они от приезжего молодца поэтому если вам подруги или взрослые женщины говорят что оставаться в восьмом классе детственницы не модно что это пошлый пережиток то имейте в виду что они вам завидуют и хотят испортить вам жизнь на многие годы в будущем так что если вы девственница то будьте ей это залог вашего счастья кандидат исторических наук валерий бычкарев телегония люди вступающие в брак в большинстве своем хотят иметь детей именно от своего супруга дети появляются но иногда как будто иной расы не свойственного или чуждого супругом и их предкам характера и поведения в результате родители и дети ощущают себя чужими чувствуют по отношению друг к другу отчужденность а еще хуже враждебность и тогда мы содрогаемся от фактов детоубийства количество брошенных и никому не нужных детей а затем сами становимся жертвами подростковой преступности и сына дочерней черствости или жестокости видим мы часто и вроде бы противоестественные моменты когда у хорошего внимательного работающего уважаемого в семье и любящего отца нет контакта с сыном более того сын больше тянется к матери какой бы она ни была какой бы она образ жизни не вела постараюсь частично дать объяснение этому явлению данная проблема посвящена тем кто хочет иметь своих детей поэтому прошу простить меня тех читателей которые в силу биолога генетических причин не могут их иметь поэтому вынуждены использовать иные средства для появления у них в доме своего ребенка ровно 150 лет назад камнозаводчики выводившие новые породы лошадей решили скрестить лошадь с зеброй опыт и не удались не произошло ни единого зачатия не у лошадей от мужских особей зебр не у зебр кобыл от породистых жеребцов опыт и забылись однако через несколько лет после вязки породистых жеребцов и матерей чистокровок много лет назад бывавших под самцами зебрами стали рождаться полосатые жеребята как же могло случиться что не забеременев от зебры родив несколько раз от породистых коней жеребят после вязки с зеброй самцом кобыла вдруг ни с того ни с сего родила чужака ошеломленный научный мир назвал это явление телегоний опыт и профессора флинта феликса ли данте к иных ученых с другими животными под твердили данный феномен f ледантик написал книгу индивид эволюция наследственность и не дарвинисты м 1889 где в главе телево не я или влияние первого самца описал проводимые опыты 244 только практике собаководы не удивились ибо давным-давно знали если хотя бы раз породистая сука повяжется с непородистым кобелем дворняга и если в результате этого у нее от него щенят не будет то в будущем от нее породистых кобелей ждать нечего сегодня это знает каждый собаковод ошеломленные современники стали задавать физиологам вопрос не распространяется ли эффект телегонии на людей звездочка после многолетних многочисленных разносторонних опытов ученые установили до эффект телегонии распространяется и на людей причем даже более выраженной форме чем в мире животных с этого момента по воле неких заинтересованных лиц опыт и были прекращены результаты засекречены или уничтожены тайны и не может быть вечным особенно в науке бурное развитие в 20 веке коммуникативных связей между людьми странами и континентами с сопровождающий их сексуальной беспорядочностью и беспринципностью спидом рождающимися мутантами самоубийствами и убийствами на почве появления не своих странных детей вновь заставили ученых вспомнить о телегоне известно что после всех международных фестивалей как следствие культивируемой нынешним режимом наркомании порнографии и проституции наши дочери через несколько лет после внебрачной связи или их внучки стали рожать от белых генетически здоровых и современных своих мужей детей не в мать не в отца а в черного и дебильного молодца причиной появления этих молодцов было генетическая мутация хромосомной цепочки от единичной а тем более не единичной внебрачной связи виновницы семейных трагедий телегония доказала что передаются не только внешние признаки сексуального партнера но и внутренние его признаки это опасный фактор телегоний предупреждает сторонников убийственной точки зрения что девственность хранить не обязательно что с ней якобы труднее выйти замуж или что девственность супруги признак ее якобы сексуальной иной неполноценностей нравственной генетической опасности телегония доказала что девичья честь понятие нравственно генетическое и особенное для мужчин и женщин которые хотят и могут иметь и воспитывать своего они чужого ребенка которые хотят иметь сына дочь понимающих любящих своего отца и не относящихся к нему как к чужому результаты телегонии показывают что далеко не все равно кто и какие были партнеры наших девушек и женщин по половым отношениям в их добрачных сексуальных до родовых связях сексуальная связь женщины с каждым ее партнером приводят к изменению ее родовой генетики а следовательно и постепенно изменят ее и ее юридически законного супруга родословного и национального вида каждая без порядочная половая связь женщины будь она хоть единичной это дубина которой она бьет себя свою судьбу жизнь своих дочерей внучек порождая семейные трагедии убийства и самоубийство брошенных отчужденных или враждебных родителям потомков что тут скрывать девушки добрачные женщины особенно из числа многочисленных проституток диких или организованных эскорт услугами все чаши дарят своим законным любимым скрытые грехи и трагедии добрачных половых связей наркоманов токсикоманов гомосексуалистов или психически неполноценных придурков детей результате хорошего воспитания вроде бы внешне любящих а внутренне отчужденных или ненавидящих своих отцов девичьей честь и супружеская верность генетическая основа семейного счастья счастливой будущности родителей и их детей она есть основа крепости не только семейных устоев но и генетической преемственности здоровья и благополучия семьи нации государства именно поэтому все ведущие религии мира не только девичью но и юношескую женскую и мужскую нравственность требует беречь укреплять в семье и в государстве изнасилование же считается тяжким уголовным преступлением карается часто смертной казнью эффект телегонии был знаком и нашим предкам которые карали блудниц измазав дегтем ворота секлил позорного столба закидывали камнями вот почему многие народы жестоко наказывая своих блудниц вербуют проституток через работорговцев из европы и россии украины и белоруссии какой бы национальности они не относились явление телегонии тот оселок который должен заставить задуматься нас мужчин своего ли ребенка мы воспитываем и почему он нас воспринимает с отчуждением или с враждебностью даже при нашем к нему отличным воспитательно-доброжелательном отношении и не сами ли мы виноваты в том что при вступлении в брак пренебрегаем порядочными чистыми дев с твеницами заставляя этих девушек и верных жен своим невниманием к ним совершать на нашу же голову трагедии цените и берегите девичью честь и верность если надо то и с оружием от заезжих любителей малины клубнички от работорговцев эскорт услуг и сутенеров от развращающего воздействия журналистов и деятелей культуры сексуальных демократических ценителей общечеловеческих ценностей телегония предупреждает каждого из нас нравственность в половых отношениях мужчиной женщины понятие генетическое а следовательно депутаты представительных органов должны подвести законодательную базу по ее укреплению ужесточению борьбы с физическим и информационным сутенерством с проституцией главный вывод телегонии чем больше у женщины сексуальных дородовых связей с разными мужчинами тем сильнее засорена им ее хромосомная цепочка и тем меньше у нее шансов родить любимому генетически его детей поэтому девичья честь понятия нравственно-генетическое а девственность признак генетической чистоты при соответствующих морально крепких строгих устоях старших женщин семьи иванов журнал русский дом телегония или значение таинства брака повреждения нравов началась эта история с таинственным разделом в науке о физиологии человека 150 лет назад когда основной тягловой силой было еще обыкновенная лошадь коннозаводчики не при крощали тогда свою активную деятельность по улучшению пород из кокунов и тяжеловозов а что если скрестить лошадь зеброй подумали они очень уж заманчивы тут перспективы и работа закипела матерями будущих зебра лошадей были выбраны само собой разумеется лучшие породистые кобыла а отцами зебры пробовали ясное дело и наоборот хотя опыт и скрещивания повторяли вновь и вновь ни одного зачатия кобыл от зебр самцов так и не произошло в этом нет ничего удивительного так как научный мир еще не был осведомлен о хромосомной несовместимости это занятие вскоре коннозаводчиком надоело опыт и были прекращены и никто бы сейчас о них не вспоминал если бы по прошествии нескольких лет не случилось нечто из рук выходящие у побывавших под самцами зебрами кобыл вдруг стали рождаться полосатые жеребята с чего бы это отец породистый жеребец мать тоже чистокровка а жеребята полосатые и это по истечении многих лет после вязки с зебром причем вязки не приведший к зачатию и беременности научный мир был буквально ошеломлен удивительное явление было названо телегоний начались опыты с другими животными феномен подтверждался и на них то есть телегония имела и имеет место быть то научного объяснения ей до сих пор не найдено не найдено по той простой причине что опыты эти по воле неких таинственных сил были прекращены а их результаты засекречены мы пока можем назвать лишь двух исследователей явления телегония это современник че дарвина профессор флинт и феликс ледантик последний оставил после себя книгу индивид эволюция наследственности не дарвинисты м 1899 год изложенная выше информация о первых шагах засекреченной теперь науки взята нами из гл 24 этой книги которая так и озаглавлена телегония или влияние первого самца стр 244 из специалистов практиков происшедшему не удивились тогда лишь собаководы им давным-давно было известно что если даже очень породистая сука хотя бы единожды повяжется с непородистым кобелем дворняга и даже если в результате такой случайный яськи щенков и не будет то в будущем от такой суки породистых щенков ждать нечего и от самого породистого кобеля об этом знает каждый собаковод и просто любитель собак во второй половине 19 века ошеломленные современники флинта или дантика стали надоедать физиологом всего мира одним и тем же вопросом они распространяется ли эффект телегонии на людей но ученых уже не надо было подгонять начались интенсивные физиологические антропологические социологические статистические исследования и даже опыты если естественно такая возможность предоставлялась и совсем скоро беспристрастная наука заявила твердо до эффект телегонии распространяется и на людей причем даже в гораздо более ясно выраженной форме чем в мире животных вот тут-то и опустился занавес секретности но нет ничего тайного что когда-нибудь не стало бы явным суровая действительность на шива сегодняшнего дня все равно подвела бы ученых к этой проблеме даже если бы и не было в 19 веке случае с зебрами во второй половине двадцатого века с развитием коммуникаций возможности общения в том числе и сексуального между людьми разных раз многократно возросли и результатов этого не может не видеть разве только слепой например после всех крупных международных мероприятий на территории россии молодежных фестивалей спортивных олимпиад и тому подобное у нас сплошь и рядом наблюдались случай рождения детей негроидного типа особенно в москве и ленинграде от некоторых женщин при этом можно было услышать признание что половой контакт они имели с представителями других раз несколько лет назад а забеременели и рожали детей от своих мужей белых людей но по каким-то необъяснимым для них причинам дети выходили не в мать не в отца а в черного молодца кроме того известно случая когда за грехи матери расплачивалась дочь которая рожала ребенка негроидного вида даже вообще ни разу в жизни не увидев негра до сих пор мы говорили опираясь на примере с людьми и животными о передаче путем телегонии внешних признаков отца а передаются ли скрытые внутренние признаки отца до передаются и это в телегонии самые опасные я бы сказал острозначимый фактор значит далеко не все равно какими были у женщины и и половые партнеры до того как она вступила в брак и родила ребенка как раз именно к этому выводу и подошла наука телегонии когда на нее наложили табу и написанные на эту тему книги были постепенно уничтожены возникает вопрос а что если проезжий молодец был наркоман алкоголик генетический выродок гомосексуалист или психически больной с приветом ведь люди этого типа наиболее склонны к беспорядочным и безответственным связям православный образ жизни в россии только-только возрождается а демократические нравы как раз и основаны на безнравственности и безответственности вот и получается что казалось бы внешне нормальные и здоровые родители в детях своих вдруг видят не себя а давний привет от какого-то урода вот почему все религии в один голос говорят о необходимости нравственности вот почему всех духовно развитых народов блудниц презирали секли у позорного столба закидывали камнями интересно что о явлении телегонии знали наши русские предки и строго корали блудниц святая церковь возводит брачный союз на степень таинства при совершении его женихой невеста перед священником и церковью открывают свое свободное обещание всегда пребывать во взаимной супружеской верности церковь и их желание утверждает и союз их благословляется в образ духовного союза христа и церкви вступившим в брак и спрашивается благодать чистого единодушия благословенному рождению и христианскому воспитанию детей святость христианского брака делает его не похожим на любой другой брак заключенные вне церкви ибо благодатью божией он становится камнем на котором из семьи созидается как уже было сказано домашняя церковь кол 4 15 церковь по существу своей жизни именно церковность дает семье те крылья с помощью которых можно воспарять в горний мир и питать семейную жизнь благодатной любовью к богу и друг другу церковь преподносит им ключ к целомудренным пожеланиям и печать необходимой привязанности открывающие дверь к преображению душевного тела семьи в тело духовное п заречный номер 6 от 5 февраля 2003 года осторожно телегония в литературе разных жанров иногда встречаются определения касающиеся женского пола испорченная огулянная ущербная с изъяном и тому подобное не имею ни малейшего намерения оскорбить всю прекрасную половину человечества сегодня мы беседуем с готовящимися или уже потерявшими нелинность в добрачном периоде жизни т.е. с готовящимися или уже сделавшими первый шаг на путь прелюбодеяния и блуда путь ведущий в погибель помните часто слышимое выражение замечательные родители достойные и тому подобное в кого же сын дочь таким уродился казалось бы какая связь между первыми и вторыми оказыва йоца прямая попробуем объединить эти два казалось бы далеко стоящие друг от друга обстоятельства и поразмышлять над этими приевшимися словесами цитирую наши предки априорным путем знали 1 в жизни женщины половой акт оставляет в системе ее генетической наследственности след на всю жизнь и не только потому что в организм попадают гормоны и сильно действующие ферменты которые изменяют механизм наследственности до конца детородного периода происходит также сильное влияние на психику а через нее опять же на систему наследственности доктор медицинских наук барабашу никола шартонском благовестники номер 4 2001 год и стир 15 вот это да оказывается одна и единственная часто легкомысленная связь изменяет всю дальнейшую жизнь женщины хочет она того или нет даже если эта связь в житейском понятии никоим образом не зафиксировалась так вот почему во времена не столь от нас отдаленные прежде чем женители выдать замуж сваты будящие родственники буквально вознавали до двух трех колено всю подноготную не только о молодых но я родственниках суженных и только в том случае если он и в пороках не только не замешаны а даже замечены не были следовало бракосочетание с непременным венчанием и всем иным знаменующим на рождение новой крепкой и здоровой семьи далее брак с девушкой потерявший невинность ранее заведомо генетически ущербен мужчина не может иметь от такой жены стопроцентно своих детей все время он будет незримо чувствовать в своей постели третьего человека того первого его не видно но он соучаствует в зачатом без него ребенке как говорят генетики от троих в одной постели никого кроме ублюдков не рождается у блудниц уроды они дети там же эстер 17 не случайно поэтому господь наказывал нарушителей его святой воли даже до третьего колена а у многих народов существовал обычай публичного наказания блудников прелюбодеев и всяческих извращенцев вплоть до побиения камнями на картах мира давно нет тех государств где терпели распущенность и разврат причем схема вырождения этих народов была общей массовая проституция извращения психические расстройства неспособность воспроизводить полноценных детей так исчезали великие нации вот еще факты конкретно не рекомендующие в суе вмешиваться в дела всевышнего в середине 19 века коннозаводчики просто желая улучшить породы лошадей предприняли попытку скрестить лошадей и зебр ничего не добившись в течение долгого времени пришлось вернуть лошадей к лошадям а зебр к зебрам но после того как эти лошади покрылись от обычных жеребцов у них родилось необычное потомство жеребята с полосками и некоторыми внешними признаками зебр все были в недоумении хотя собаководом например давно была известна эта тайна если породистая сучка хоть раз повяжется с кобелем дворняжкой хорошего потомства от нее уже не будет никогда возник вопрос если это так у животных то что же можно сказать относительно людей профессор f ледантик в 1899 году заявил что явление телегонии предмет нашей беседы проявляется у людей даже в более ясной форме чем у животных это подтвердили исследование и опыты с интенсивным привлечением данных физиологии антропологии социологии статистики вывод при связи женщины с мужчиной происходят генетические изменения в ее организме которые влияют на ее наследственность и будущее потомство даже если от этой связи она не забеременеет современные блудницы из сша там же стр 17 признаются сами что ради денег им любимая газета приходится за две-три недели совершать до 180 случек здесь читателю предлагается самостоятельно вернувшись к началу статьи попробовать поразмышлять над конечными наследственными результатами этого блудного беспредела вот и получается что у мужчин и женщин исповедующих свободную любовь а попросту будут потомство рождается по пословице не в мать не в отца а в проезжего молодца это подтвердила и олимпиада в москве когда после нее женщины имевшие связь с негроидами рождали по прошествии даже нескольких лет детей в черного молодца к всеобщему удивлению вот как глубоко и таинственно оказывается слово божие говорящие да прилипится человек к жене своей и будут двое одна плоть женщина прежде чем сделать решительные необратимый впоследствиях поступок крепко подумай от достойного ли человека ты хочешь иметь дорогое дитя здоровое полноценное мужчина уверен ли ты в том что это событие пройдя без дну жизненных коллизий не окончится примитивным абортом для твоей избранницы а попросту говоря убийством младенца в котором ты будешь и подстрекателем и организатором и соучастником если женщина любит то она сумеет сохранить себя для любимого в полной чистоте ведь ее первейшее предназначение одарить мужа и мир потомством они быть свободной самкой сам спаситель заключил и так что бог сочетал того человек да не разлучает и мука 10 2 12 никому еще не удалось и не удастся не покорить русских не подвести их к самовырождению под видом сексуальной свободы сам народ остановит этот страшный блок нравственные законы наших предков и основные положения христианства в наши дни находят подтверждение в научных изысканиях наша молодежь должна знать их результаты и воспринимать а не идти на поводу современной распущенности священник алексей грачев за что страдают дети семья это единое тело и часто духовный груз который на ней лежит распределяется между ее членами неравномерно случается что дети несут непосильный груз и расплачиваются своим здоровьем за грехи и ошибки родителей люди иногда задаются вопросом за что страдают дети но мы грешные это кстати один из главных вопросов у федора михайловича достоевского вспомним братьев карамазовых с точки зрения человеческой справедливости этот вопрос неразрешим ответ на него дается только в перспективе вечности в судьбах божиих федор михайлович это понял только после смерти собственного сына когда поехал за утешением в оптину пустыне беседовал со святым старцем амбросием окончательно узрел духовный смысл невинных страданий лишь перед собственной кончиной сейчас мне часто приходится бывать в одном из московских детских домов для умственно отсталых детей многие из них не встают с постели от многих как от тяжело больных отказались родители здесь дети с тяжелыми пороками развития все они тяжело страдают хотя многие из них по блаженству своему этого и не сознает в этот дом вступаешь как на адово дно но именно здесь можно почувствовать сладость рая сердец живущих с богом здесь много детей ходящих в церковь и любящих господа первое что сделал господь после своей крестной смерти он сошел в ад первое что должен сделать сораспевшийся богу человек сойти вместе с ним в ад своей собственной жизни и помыслов кто приходит сюда в этот детский дом тот остается здесь навсегда ребенок и страдания как это осмыслить как понести побывав в детском доме уходишь с ощущением что может быть этот падший порнографический мир еще держится только потому что есть дети которые своими страданиями перевешивают чашу весов нашего безбожия и нераскаянности судьбы этих детей раскроются в вечности болезни и ненормальности суть явления только земной жизни если бог не сотворил смерти но она вошла в мир через отступление от него через грех то тем более он не сотворил болезней два с половиной года назад ко мне на исповедь пришла больная девочка лет 12 из этого детского дома она не могла связать двух слов крутилась как волчок и и ненормальный взгляд постоянные гримасы весь вид ее говорил о неполноценности и вот она стала исповедоваться и причащаться каждое воскресенье через год у нее появилась потребность откровения помыслов кто молится и часто исповедуется тот знает что это такое девочка стала вести такую внимательную духовную жизнь о которой не подозревают даже те люди которые считают себя глубоко верующими и церковными она стала молиться иисусовой молитвой господи иисусе христе сыне божий помилую негрешную бороться с прилогами прощать обиды терпеть все в течение нескольких месяцев она научилась читать и писать прошли все признаки дебильности на лице изобразилась печать духовности во всем что она говорила и делала было чувство и рассуждения когда я ее видел мое сердце сжималось от греховности и неправды моей собственной жизни потом ее перевели в другой детский дом и мы с ней некоторое время не виделись но однажды она приехала ко мне и сказала батюшка вы за меня не беспокойтесь я все время с богом он не покидает меня даже во сне если после этого соберутся все умники мира и представят мне самые точные доказательства того что бога нет я с печалью на них погляжу больные дети принимают на себя подвиг мученичество и уродство ради того чтобы господь не до конца прогневался на этот мир и мы может быть благодаря им еще имеем время на покаяние но мы по нашей нераскаянности по нашей привычке не думать о своих грехах винить в них кого-то другого не чувствуем этого и вот ропот если мол бог справедлив то как он допускает страдания детей да бог справедлив он не учит нас грешить он говорит будьте совершенны как совершен отец ваш небесный м.ф 5,48 для нас не был бы труден вопрос за что страдают дети если бы в этом как и во всем мы взирали на христа спасителя соизмеряли с ним всю нашу жизнь за что страдают дети за что страдал сам спаситель ведь он безгрешен каждый рождающийся в мир младенец несет на себе печать первородного греха а господь и того не имел он чище любого ребенка страдал и как вот и ответ на вопрос за что страдают дети за наши грехи за наше нерадение о спасении их душ о своем спасении наша родительская задача состоит не только в том чтобы обеспечить детям физическое существование но прежде всего духовно воспитать их открытием дорогу богу вот слово спасителя не препятствуйте им приходить ко мне м.ф 19 целых 14 сотых если мы не приводим младенца в храм не учим его молиться если у нас дома нет иконы евангелие если мы не стараемся жить благочестиво то значит мы препятствуем ему приходить ко христу и в этом наш самый главный грех который ложится и на наших детей вот почему за наши грехи страдают дети даже если они в них не виноваты мы с ними связаны невидимой нитью них наши кровь дух если бы они не были нашими детьми они бы не страдали за нас но тогда бы они от нас не родились грех потому есть величайшее зло что от него страдают невиновные но по этому же закону страданиями одних искупаются грехи других ранами его мы исцелихом говорим мы о господи нашем иисусе христе открывшим нам дверь спасения